Один шаг до трагедии. Сотрудники управления административно-пассажирской инспекции Московской области совместно с коллегами из администрации городского округа провели рейд по профилактике безопасности на железной дороге. В этот раз их заинтересовал несанкционированный переход в поселке Калинино. В рейде побывали мои коллеги. Не страшно здесь ходить, тем более что нельзя? Нет, не страшно. Ну тут же нельзя, знаки есть, указатели. Мы знаем, ну представляете, вот туда идти, либо туда. А если вы пройдетесь по самому мосту, вы там увидите, что там наледь точно такая же. Тропа к этому несанкционированному переходу не зарастает в любое время года. Зачем идти в обход, когда можно сократить время и расстояние? Даже присутствие людей в форме не остановило Люберчан. На прошлой неделе здесь был забитый молодой человек. Ну это смотреть по сторонам, я же вижу. Не смотреть по сторонам, но хорошо, что вы в данном моменте. Ну раньше там переход постоянно сбивали. Каждую неделю делал. И все равно люди приходят, и вот уже переходят. Электрички, поезда дальнего следования и грузовые составы. И так каждые пять минут. Железная дорога в Казанском направлении одна из самых загруженных в Подмосковье. Страшно здесь ходить, тем более вот поезд приближается как раз. Я вижу, глаза есть, поэтому смотрю. А то, что здесь ходить вообще нельзя? А где ходить? Вот через мост туда идти, чтобы не попасть на пруды. Ходили и будете ходить, да, здесь? Все тут ходят, а куда деваться? Нет, ну посмотрите, здесь поезда крайне редко ходят. Вот как раз сейчас тот случай, когда поезд идет. Ну я же вижу, если поезд. Кто не видит, тот не ходит. Несанкционированный переход в этом месте разноуровневый. Видимость затруднена. Это в совокупности делает переход еще более опасным. Здесь, да, здесь мост и, как бы считается, переход вот эти ступеньки, технологические ступени, они предназначены там для технологических работ, жизнедорожных служб. Но граждане используют его для перехода жизнедорожных в ненадлежащем месте. В управлении административно-пассажирской инспекции видят лишь один выход из этой ситуации – демонтировать ступени. Тогда путь наверх будет затруднен. Соответствующие предписания в ближайшее время направят в адрес управления железной дороги. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.